Здравствуйте! Вы смотрите «Что, где, когда» за кадром. Программу для тех, кто уже посмотрел первую игру осенней серии 2022 года и хочет узнать больше. Если вы еще не видели игру команд Константина Рудера и Дениса Элькиса, то я предлагаю вам сначала посмотреть ее, а потом возвращаться к нам, и вы тогда будете понимать, что здесь сейчас будет происходить. А мы начинаем! КОНЕЦ Мы начнем с господина Черемесиного. Здравствуйте, Андрей! Добрый вечер! Осень, вы прекрасно выглядите, как всегда. Вы сегодня защищали 12 команд. 12 человек, 2 команды. Да, конечно, 12 человек. Чем отличается эта игра от игр, когда вы защищаете команду из 6 человек? Одну? Да всем. Двойная ответственность. Потому что игроков, которые претендуют на приз главный, их в два раза больше. У вас любимчики были? У меня всегда любимчик Рудер. То есть вы готовы в этом признаться вам? Ну, это же человек, который работает у меня непосредственным подчинением, я не могу его не любить. Как летом у команды Элькиса, помните, была консультантом Алена Повышева. А вы, наверное, многолетний консультант команды Рудера, да? Вы себя числите таким? Нет, я так не считаю. Потому что... Что? Вы уже просите мяч? Ну, чуть позже. Потому что что? Ну, потому что я делю работу и игру. Ну, то есть Рудер на работе, это Рудер на работе, Рудер в игре, это Рудер в игре. Но мне импонирует, как играет команда. Я хочу, кстати, сказать, что мы были тут в Белоруссии на гастролях. Вы гастролируете? Это новость для меня. Да, это меня позвал Олесь Мухин. Он позвал меня подзащищать интересы зонтоков. Играла команда господина Рудера. И мы выиграли там 6-3 в одну калитку. Замечательно. Причем играли против нас белорусские зонтоки. Я на секунду себе представил, что если бы мы пронули, я боюсь, господин ведущий открутил бы мне голову. Потому что все-таки мы из Москвы. Андрей, я знаю, что вы увлекаетесь баскетболом. Вот у нас даже есть мяч. А еще у нас сегодня в гостях... Великий баскетболист. Сергей Панов. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Расскажите, как вам у нас в зале? Ну, потолок высокий, да? И в этом не было проблем. Потолок хороший, да. В тесноте, не в обиде. Очень много интересных моментов, вопросов. Ощущаем себя как на спалмоплощадке. Команда отвечает за результат. Определяют человека, которому доверяют. Ключевой момент, бросок, нужно отвечать на вопрос. Ну и лимит времени и игра на победу. Это все объединяет наши две самые лучшие игры. Какая лучшая игра без мяча? Что, где, когда, естественно. Согласен. Спасибо. Я вижу еще у нас Зоран Михайлович. Это Зоран Лукич. Главный тренер, да. Изборный, да. Зоран, ты тренер. Можно вас к нам? Господин оператор, пропустите господина тренера. Зоран, а вы согласны, что лучшая игра без мяча, это что, где, когда? Согласен. Вам понравилось у нас в гостях? Вы знаете, для меня это не первый раз, когда я смотрю этот квиз, конечно, я это смотрю на телевидение, но участвовать уже совсем здесь внутри, пытаться, разобраться у этих вопросов, на какие ответы, это гораздо интереснее, чем через телевидение смотреть. На что-нибудь удалось ответить вам? Я был близко только на одном ответу, это был кактус, это по цвету. Спасибо, рады, что вы к нам зашли. Спасибо вам. Спасибо, Андрей. Пожалуйста. Алексей, добрый вечер. Вот у господина Черемисина сегодня было две команды, у вас, как всегда, одна, но какая команда телезрителей. В чем особенность для вас вот такой игры? Ну, как я сказал, мне кажется, для телезрителей ничего не меняется, вот, шесть очков, поэтому, я не знаю, может быть, только какая-то, действительно, чехарда, когда ты не успеваешь посмотреть, что меняет. Конитель. Конитель, чехарда. Чехарда, мне кажется, лучше подходит. Ну, и просто мне некомфортно, потому что сбоку всегда кто-то садится, это странно. То есть вы не успели понять, что происходит? Мне кажется, вот эта вот интрига, которая обычно складывается вот сквозь всю программу, она была здесь вот как-то вот надорвана. Было две интриги, которые не спрелись. Не спрелись. Какая команда вам симпатичнее из этих двух была? Ой, не знаю, не знаю. Я бы хотел сказать, какой вопрос был симпатичнее. Вопрос о прогнозе погоды, вы вручили ему приз за лучший вопрос. Я много думал, было три кандидата на эту тему. Во-первых, я был не согласен с решением ведущего на цветах и кактусах. Ну, уж, думаю, ладно, тут итак такая канитель. Да, потому что все-таки ответили цветы, думаю, может быть, это будет лучший вопрос. Честно говоря, я на вашем месте был бы не согласен в вопросе о музее Пушкина с ведущим. Ну, там формально, как бы, спрашивали про год. Про год ответили все правильно, да. Но объяснили неправильно. Ну, это неправильно, да. Значит, для вас это не имеет принципиального значения. Я понял. Да, и вопрос, честно говоря, был не очень. Его легко было. На самом деле, ты берешь после дату, либо смерти, либо рождения, и все. А второй вопрос был про картину. Прекрасно. Потому что там вот та ситуация, которая сложилась, досрочный ответ. Мне кажется, это было достойно того, чтобы этот вопрос тоже… Вот, прекрасная картина. Да, да. Досрочный ответ. Трагический ответ был досрочный. Да, но какая была интрига в рамках программы. Ну, вопрос про игры. Ну, что будет через неделю. Спасибо, Алексей. Спасибо большое. Музыка осени. Что, где, когда осенняя серия игр. С 25 сентября на Первом. Итак, кто отвечает? Так, так, где господин капитан? Вот же, господин капитан. Здравствуйте, команда. Как вы переживаете это поражение? Капитан. Ну, мне кажется, мы пока прям сильно не осознали, насколько оно тяжелое. Но поражение, оно всегда неприятное. Вот нам сейчас именно так, не очень приятно. Денис, ну, у тебя просто выдающееся. Ты один раунд спас с кактусами, да? И досрочный ответ. Вот что это было с досрочным? Ты знал эту информацию, но про другое, да? Просто эти картины, конечно, очень похожи. И мне показалось, что я вот вспомнил одну деталь на картине, которая, по которой я ее узнал. Ну, я просто, если честно, здесь самое такое важное было просто поверить в то, что такое могут спросить. Я поверил, к сожалению. Оказывается, не нужно верить, что может быть так просто. Поэтому... Ну, у Робинса все картины похожи, да? Да, да, они очень похожи. Ну, что боишься, что похожи? Да, и какая разница? Да. У Робинса это просто первый вопрос госпожи Алексеевой, да, нашего академика. Я перепутал. Вика, ну, вкус победы ты пока так и не осознала. Уже два раза сыграла за столом. Ну, скажи, как тебе вот второй раз? Говорят, синдром второй игры, такой клише есть, да? Сложнее играть было, чем в первый раз? Ну, именно за столом со своей командой было играть проще. Практически не было волнения, как-то чувствовалась какая-то легкость. Но вот сложность в концентрации, когда ты садишься и встаешь из-за стола постоянно. Надо собираться снова, как на первый вопрос, как говорил господин Козлов. Вот, но в целом обсуждение как будто было хорошее. Но ощущение, что мы сыграли очень мало вопросов, почти не сыграли. Вот, и какое-то, не знаю, ощущение недосказанности хочется обратно сыграть еще, там, условно, четыре, которые нам должны были полагаться, если бы это была наша игра. Понятно. Денис, скажи, а вот когда стоишь за креслами и ждешь минуту, когда сядешь снова за стол, что это за чувства? Ну, на самом деле чувства почти обычного телезрителя, ну, или зрителя из зала. Вот, очень старался фокусироваться и тоже придумывать версии, но в одиночку трудно. Болеешь за команду все равно, потому что... В одиночку это ты решающий раунд свой летний вспоминаешь, да? И сейчас, и решающий раунд, да. Команда важна, а в данном случае обе команды важны. Рудер же соперник? Ну, я бы так не сказал. Одно дело делаем. Дим, скажи, вы, наверное, ваша команда выросла на играх команды Рудер, а? Насчет выросла, наверное, не знаю, но мне лично команда всегда нравилась. Мне кажется, они неплохо играют и, может быть, несправедливо недооценены в какой-то степени. Как-то они иногда так отзываются, что... Ну, не то чтобы отзываются, а скорее редко называют любимыми. И как-то вот скорее ругают, чем хвалят. А мне нравится. Интересный стиль. Вот стоя подметил, что они обсуждают как-то попарно. У них такой уникальный, наверное, стиль. Интересно было посмотреть. У вас есть чему поучиться у этой команды? Возможно. Сейчас не готов сказать, но какие-то выводы мы сделаем. В любом случае. Понятно. А вот Семен Попов, который, по-моему, автор версии на вопрос про ледоколы. Это правда или кто-то другой придумал первым? Ну, у нас как-то так получилось хорошо. Мы в целом описали, что происходит на картинке. Раскидали несколько версий. И в итоге Денис Мишин профессионально выбрал и сдал. Ну, про трубы это правда. Я отметил, что они пополам. Что есть некоторая симметрия в конструкции этого ледокола. И при этом надо как-то его сузить. Поэтому простое решение – это ледокол разобрать и потом собрать. Либо перевезти по берегу, какая была тоже моя чуть ли не первая версия. Но в итоге сыграло правильно. Слава богу. Ты с другими чувствами садился сегодня, чем летом? Как-то поспокойнее, что ли. Как-то попроще. Ну, психологически именно. Не было какой-то внутренней зажатости, лишнего стресса. Как-то было чуть поочевиднее, что делать. Возможно. Понятно. Дарья Крылова. Даша. Ты улыбаешься, значит, все хорошо. Расскажи о своих впечатлениях. Я тут согласна, наверное, с Викой. Я игру практически не заметила. Мне показалось, что мы сыграли два с половиной вопроса. Но сыграли их вроде как. Ну, если не хорошо, то точно достойно. В целом команда стала гораздо лучше чувствовать друг друга. И это тоже здорово. Уже простили господину капитану его досрочной? Кто я, чтобы капитана что-то не прощать? Кто не простил из команды? Поднимите руку. Да, поднимите руку. Мы даже не успели обидеться, если честно. Чтобы что-то прощать. Что-то еще умное хотел у вас спросить. Но забыл. Думал, что все обиделись. Наши лица не предлагают. Да, вот что. Как вы... Не обижаетесь ли вы на господина ведущего за то, что первым за стол по его решению села команда Рудера? Денис. Нет, мне наоборот показалось, что для нас это хорошо. Фора? Нет, не то, что фора. Просто когда ты после уже нескольких вопросов, после одного или двух садишься играть, мне кажется, это чуть легче, чем начинать играть. Поэтому... Ну, тем более у нас опыта поменьше все-таки, чем у Рудера. Поэтому мне показалось, что это лучше для нас. К тебе синдром второй игры не относится, потому что у тебя третья игра и пока без побед. Надо что-то делать, Денис. Действительно, ты прав абсолютно. Надо что-то делать. Спасибо, ребята, и не расстраивайтесь. Спасибо большое. Магистр игры «Что, где, когда» Андрей Козлов. Андрей, вам игра понравилась? Да, это я. А мне понравилось. И мне тоже. Это было драматично. Ну, это было, во-первых, интересно, а во-вторых, драматично, да. Мне понравилось. Тендосрочный ответ Элькиса чего стоит? Ну, на мой личный вкус. Нет, ну, там много чего было на самом деле, да. Ваш личный рейтинг. Вот что у вас на первом месте по эпизодам этой передачи? Для меня все равно это то, что Рудер не слушает Сашу Золотова. И на резонный мой вопрос потом уже к нему. А священник-то откуда прогноз погоды узнает? Он говорит, наверное, почтальон приносит. Ну, да. Но нет, ну, это, понимаете, это было даже не драматично, это из казуса, вот такой смешной был, вот, с картиной. Игра слов, служба, да? Нет, я же тоже к картине перешел к... Брейгеле. Брейгеле, да. Это было, ну, скорее, смешно, чем драматично. Это же было посередине игры, понимаете? Если бы там было 4-4, досрочный ответ, а? И там еще середина игры, поэтому... Нет, ну, мне понравилось. Играли, хотели играть, хотели, конечно, выиграть. То есть, понятное дело. Андрей, ну, вот у вас с памятью-то все в порядке. Я... Это вы мне льстите, Женя. Хотел сказать, вам все льстят, но не буду. Вы знаете... Там мои 90-е уже, в общем-то. Ну, вот я не припомню, чтобы знатокам, которые не смогли объяснить свою версию, пусть она даже правильная, чтобы им засчитывали очко. Я говорю о вопросе про музей Пушкина. Ну, подождите, могли не уточнять. По большому счету, я лично считаю, что какого вопроса, такого ответа. И, более того, я вас могу уверить, что если бы ведущий стал к Баринову настаивать и говорил, что иначе я вам не зачту, то Баринов бы не сказал бы ему версию. Вопрос был очень простой. Вы его, наверное, сами научили, поскольку вы тренировали эту команду много лет. Я тренировал эту команду, но дело не в этом. Они уже в этом смысле достаточно опытные люди. Если вы посмотрите, то, по-моему, там как раз Баринов и начинает уже говорить, только после того, как ему однозначно говорят, что... Это ни на что не повлияет. Это ни на что не повлияет, да. Нет, тут какого вопроса, таков ответа. Что тут скажешь? Понятно. Ну, команда Рудер в хорошей форме была сегодня. Да, они в хорошей... Ну, это и другая команда в хорошей форме. Хотя, честно скажу, как ни парадоксально, мне несколько больше понравилась команда Рудера. Вот по плотности обсуждения, если угодно. Вы лучше знаете просто. Нет, ну почему? Я же смотрю уже за игрой команд. Редко удается сравнивать команды в классическом варианте. Классический вариант – это в смысле по законам классицизма, когда единство времени, да. Чтобы в одном времени две команды можно было посмотреть. Все-таки очень... Эта команда давала возможность сравнить. Вот, как ни странно, наверное, больше очков принесла команда Илькиса, наверное. А более плотная игра все-таки, на мой вкус, была у команды Рудера. Ну, пожалуй, да. Пожалуй, да. И блестящий супер-близ Баринова, который... И это работает на плюс все равно, понимаете, да, там, как бы... Там, между прочим, это ж надо решиться. Когда у тебя вроде про собак спрашивают, а надо тоже собаку ответить. Да, молодец. И Суслик, тем более, замечательный. Молодец. И ваша команда отличилась в последнем, по-моему, да. Нет, на помощи клуба никто. А хотя... Нет, как раз на помощи клуба. Мои говорили, ну, из того кусочка как раз, они говорили про... Вот-то назвали, а объяснили... Нет, мои говорили как раз, что это музей Пушкина. А отличилась команда, да, действительно, вот... Господи, я скажу, что ж там Бакуменко-то сказал? Это был не последний вопрос, на последнем вопросе версии уже не спрашивали. Да, служба, почтовая служба. Все-таки Бакуменко сказал почтовую службу? Ну, не помню, неважно. Какая-то у него была правильная версия тоже, да. Ну, Алексей вообще потенциально, это, конечно, очень мощный игрок. Будем надеяться, что он не посмотрит наши трансляции. Спасибо, господин Козлов. Спасибо, господин Галкин. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Здравствуйте, уважаемая команда Константина Рудер. Мы первый раз с вами общаемся в этом году. Я напомню, что весной не удалось пообщаться. Ну, вы первый раз, как и команда Элькиса, сыграли, как говорит наш магистр Друзь, в присядку. Как впечатление, Саша? Ты лучший игрок из этих 12. Тебе и первый отвечать. Как тебе понравилось? Мне понравилось. Мне понравилось играть. Игралось необычно. Но я не скажу, что прям вот намного тяжелее. И так каждый вопрос мы стараемся выкладываться. И здесь, ну, вот это ощущение, что ты садишься, и у тебя вот этот вот единственный вопрос, каждый вопрос как единственный в мире. Вот как-то я так и играла. Может быть, поэтому и лучший игрок. Вот. Жалко, что проиграли. Я на самом деле, когда вот уже садилась на последний вопрос другая команда, я им просто уже сказала, давайте жгите, потому что, ну, хотелось, чтобы выиграли знатоки. То есть поддерживали все равно друг друга, да, команды? Конечно. Конечно. Безусловно. Ну, мы, не они наши соперники, а вопрос телезрителей. То есть команда Рудера против команды Элькиса и против телезрителей. Вот такая схема. Нет, против телезрителей. Команда Рудера за команду Элькиса. Против телезрителей. Да, да. Знатоки против телезрителей. Вот это в начале игры так и говорят. Понятно. Новый член клуба Екатерина Солнцева. Катя, ты второй раз всего играешь, и сразу вот такой контраст, уже игра двух команд. Чем она для тебя принципиально отличалась от той весенней первой игры? Ну, тем, что нужно концентрироваться каждый раз, садясь за стол по-новой. То есть вот налаживать себя на игровой лад. И, как уже сказал Саша, мы действительно играли против вопроса, а не против другой команды. И сопереживали. То есть одновременно и переживаешь за себя, и за другую команду. Это тяжело. Ну, морально тяжеловато так. А стоять, когда, не знаешь, сядешь еще за стол, не сядешь, вот что это за ощущения? Не, ну, ощущения нормальные просто, ты продолжаешь отвечать на вопрос. Евгений, вот у Жени было очень классное сравнение про самолет. Когда получилось так, что мы проиграли, а игра еще не кончилась, Саша. Должен, скажи, да. Ну, да, вот такое ощущение, вот когда мы встали, ну, понимаем, что либо они выигрывают, либо проигрывают все. Это вот как на самолет опаздываешь, то есть еще не закончилась регистрация, еще там не сдан багаж, еще никто не сел, самолет стоит на земле, но ты понимаешь, что он уже улетит без тебя. Вот, вот такая вот аллегория. Да, на самом деле. Когда последний раз села команда Элькса, в пользу телезрителей пять. И мы поняли, что мы уже не сядем, и мы уже ничего не сделаем. Вот, вот это было, конечно, тяжелое ощущение. Да. Никита, ну, с 37-м годом это, конечно, весь клуб был поставлен в тупик. А ты как сам считаешь, должен был ведущий засчитывать этот ответ? Без, с неправильной аргументацией. Ну, смотрите, все-таки вопрос сформулирован был как? Какой год? Вот, мы ответили, какой год, ответили. Мы пояснили еще и почему, потому что там столетие Пушкина. Может быть, конечно, стоило и сформулировать вопрос по-другому, и спросить, что это за учреждение, но сформулировано было так, как сформулировано. И вопрос в такой формулировке, я считаю, надо было засчитывать. Тем более, там же было сначала сказано, что неважно, засчитают или нет, а потом уже ведущий попросил уточнить. Поэтому, исходя из того, как вот был вопрос задан, надо было, мне кажется, засчитывать, ну, потому что так изначально спрашивали. Ты совсем согласен, я понял. Супер Блиц тебе дался тяжело или как ты считаешь? Он же мне не дался, я же проиграл. Первые два. Вопросы я имею в виду. Ну, Супер Блиц из трёх вопросов, это банальность, но это факт, что выигрывает только тот, кто три вопроса возьмёт. Я взял два, это было, конечно, неплохо, но третий, к сожалению, я не дотянул. Можно было цикад вытянуть как-то? Можно, конечно, можно было, но я сначала запутался, что или кто, думал, там, у меня какие-то странные версии про пластинки появлялись, потом я подумал, что, ну, вроде как, первые два вопроса про животных, наверное, что-то такое должно быть и в третьем вопросе. Начал придумывать и понял, что я никаких похожих, которые что-то повторяют и повторяют и повторяют животных не могу вспомнить. Уже когда ведущий говорил ответ, я вспомнил, что, ну, вот птицы, может быть, там, в каких-нибудь птичьих базарах, они тоже, там, вот, повторяют одни и те же звуки, и, может быть, это что-то такое, но я вот как-то себе представляю образ, и я понимаю, что какой-то человек из Франции, по-моему, ну, не будет так образно говорить о птичьих базарах. Это что-то должно быть другое, а вот что другое я не придумал. Жалко, потому что цикады – это не такая вещь, которая, там, не знаю, не придумывается, где-то там в подвале знаний присутствует. Нет, это вполне все в багаже знаний практически любого человека, нужно просто туда спуститься. Ну, вот у меня не получилось. Надо было перебирать в животный мир, да? Нужно лучше было перебирать в животный мир. У меня, к сожалению, не получилось составить такой образ. Если бы, возможно, я как-то лучше себе представил, пошел именно в сторону, аж кто у нас повторяет похожие звуки, какие-то короткие, но похожие друг на друга, я бы, ну, хотя бы Кузнечиков-то, наверное, как-нибудь вспомнил, а уж вот Кузнечиков до цикад. Тут, по большому счету, журналисты тоже часть животного мира, так что здесь спорить, в общем… Ну, не грибы, по крайней мере, не грибы, насекомые. Всякое случается. Рома, ты начал эту игру. Ну, кстати, вы сели за стол первыми. Это плюс или минус? Легко было начинать? Конечно, плюс. Ну, садиться за стол перед этим стоя, да, как-то не тот вход в игру, как мне кажется. Он более привычный. То есть, мы начинали игру, как обычно, и если отвечаешь на первый вопрос, то это дальнейшее поспорье. Лучше вкатываешься в игру. А когда садились после другой команды, тяжело было? Мне кажется, да, потому что рваный ритм, он все-таки сбивает. То ты чувствуешь игру, понимаешь, где нужно поднажать, где можно чуть-чуть расслабиться. А здесь действительно… Ну, еще есть момент, когда, вот, например, после ответа Элькиса первого про кактусы, могло сложиться ощущение, что, ну, ничего себе, вот у них сегодня, наверное, попрет. И это может немножко дезориентировать. Ну, и вернусь к первому вопросу, на который ты отвечал, о парикмахерах. Скажи, а у тебя есть свой постоянный парикмахер? Ты с ним по душам общаешься? Конечно. Саша, привет. Теперь он будет, видимо, какие-то выводы сделать. У меня суицидных мыслей нет, все в порядке. Слава богу. Костя. Женя. Столько лет не виделись, да? Да. Ну, расскажи, вот, твои ощущения от этой игры. Слушай, я, может быть, так и неожиданные вещи скажу, но мне кажется, я, по крайней мере, готовился вот прямо к более чему-то страшному. Потому что все там, да, друзья до команд, которые играли уже в присядку, там, пять лет назад, например, рассказывали, что, ой, это что-то жуткое. Игра в присядку, это просто кошмар и вообще никому не пожелаешь. И я эти мысли, конечно, от себя отгонял, не с ними шел на игру. То есть тебя сломали еще до игры, да? Я не был сломлен, я готовился к худшему, но это не так страшна присядка, как ее молюют. Может быть, все сумбурно, да, и не успеваешь переключиться, но это не страшно. Может быть, на будущее командам, которым через неделю играть, а такие команды, возможно, будут. Или когда-нибудь в будущем команды, которые... Достаточно включить первый канал через неделю и узнать. И узнать, либо в будущем, которые будут играть в присядку. Мне показалось, это не так страшно, это на самом деле интересно. И тут вот все-таки многое решал Волчок. То есть, вот объективно, ну, то есть, кого ни спроси на площадке, Волчок сегодня сделал свое дело и помог выиграть телезрителям, мне кажется. Ну, резюмируя, присядка не так страшна оказалась для нас. И слава богу, что это пройденный этап. Ну, Волчок все-таки к вам благосклонно отнесся. Ну, необычный мешок, Саша, ну, это же, в общем, несложный был вопрос про пленку. Нет, то, что мы ответили, мне кажется, ну, все нормально. С 37-м годом спасибо, господин, ведущему. Ну, про 38-м год, опять в клубе, там тоже только Дима Авдеенко догадался, по сути, именно разложил ответ правильно. А обидно со службой, сложный вопрос. Церковная служба, да, почтовая служба. Но тут мне показалось это больше образно и красиво. Служба, церковная, сельская местность, колокола, звон разливается. А, Жень, еще вот последнее скажу тоже, что в голове крутится, ну, тоже многие, с кем общался до игры, да, говорили, что вот это игра против другой команды, что мы соперники. Но, честно, вот такого ощущения не было. Спасибо, наверное, Денису с его командой, потому что мы там и похлопывали по плечу друг друга, да, и там... Мы даже игру ожидали в одной, в одном помещении. Да, мы сидели вот до начала эфира в одном помещении, то есть нет было такого, что... Даже не подрались. ...чтобы было противостояние команды. Мы шли обе команды, что важно. Никакого противостояния команды внутрь не было, то есть это тоже помогало, потому что мы, ну, мне кажется, что играли все-таки одним, общим составом 12 человек, но проиграли. Сделать заявление только что выяснилось, что, уважаемые телезрители, команда Рудера и команда Элькиса дружат домами. Спасибо. Спасибо, Женя. Спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо, что у тебя столько лет. Надеюсь, что увидимся еще. До свидания. Спасибо. У меня небольшая чайная пауза, поскольку мы ждем сейчас комментария от магистра игры «Что, где, когда?» Александр и друзья. Одну секундочку. Дождался. Приветствую. А вот и господин Друзь. Александр, здравствуйте. Давайте вот мы сюда встанем. Давайте встанем сюда. Вы даже как-то светлее стали. Ваш лик озарился. Мне нравится. Это же вы когда-то в далеком 2005 году придумали термин «игра в присядку». Да? Ну, и вот ваше дело живет. Ну, не ваше дело, ваш термин живет. Что вы думаете о сегодняшней игре? Ну, в общем, тяжелая игра в присядку, в принципе, для обеих команд. Вот. У них, в общем, если вы обратили внимание, шла игра очень ровно. Игра шла очень ровно. Выиграли. Наоборот, проиграли. Выиграли. Тут же снова проиграли. Снова выиграли. Снова проиграли. И так вот, в общем. Если бы они начали с выигрыша, наверное, был бы другой результат противоположен. 6-5, но в другую сторону. Ну, вот Волчок так распорядился. Из положительного после сегодняшней игры я могу отметить, что, ну, как, команды действительно стали партнерами. Потому что, если бы одна команда выиграла, а вторая нет, то, возможно, были бы всякие нюансы. А так проиграли обе. И дружба между народами восторжествовала. Вы же матерый знаток. Вы не раз играли вот так вот. Раза три или четыре даже. Я не помню. К вам вопрос. Да, да. Не раз играли. Скажите, важно ли, кто начинает, кто первым садится за стол? Важно, кто первым выигрывает. Как показала сегодняшняя игра. В смысле, раунд? Да. Первый раунд, кто выигрывает. Ну, опять же, это все бывает, простекает по-разному. И, ох, там, никто не исключал ситуацию, когда команда выиграла там четыре или даже пять вопросов, а потом проиграла. И тут сели соперники и добили, что называется. Такого, по-моему, не было ни разу, но, в принципе, такое возможно. Напрягает очень игра в присядку. Конечно, лучше играть полностью, всю игру. Хотя это отдельный вызов, и ему надо уметь противостоять. У меня отдельное ФЭП, потому что я не знал, что музей имени Пушкина... Нет, то, что город Пушкин в 1937 году переименовали, он не имел никакого отношения ни к какому Александру Александровичу. Но к Александру Александровичу, если иметь в виду Александра Третьего, имел отношение русский музей. Он был русским музеем имени Александра Третьего. Но когда заднюю часть вот этой имени отрезали, то непонятно, каким боком Пушкина. А то, что в Москве есть музей Пушкина, мной очень любимый, что он был Александром Третьего, я не знал. Ну, в общем, на самом деле, все равно, год 37-й какой-нибудь. Вам надо лучше изучать историю Москвы. Да, я, в общем, достаточно знаю, но вот, ну как... Про Петербург вы знаете все. Да, про Петербург я достаточно знаю, много знаю. А про... Ну, вот музей Александра Третьего как-то это мимо меня проскочило. Ну, год все равно 37-й. В каком году была выханалия по поводу Пушкина? В 37-м. Еще была выханалия в 18... В 999-м. В 899-м все как-то было более-менее спокойно. А вот в 1999-м, да, была такая... Когда Пушкин в который раз стал нашим всем. Вы что, вы хотите поспорить с тем, что Пушкин наше все? Нет, я хочу, чтобы это вспоминали не по праздникам. Не ради юбилея, а постоянно. Нет, то что Пушкин наше все, я согласен. Это было мнение Александра Абрамовича о вопросе об Александре Александровиче и Александре Сергеевича. Спасибо. До свидания. Как тонко, Женевы завершили наш диалог. Ждем вас. Вы уже... Друзь, кстати, уже в зимней серии. Это единственная... Его команда единственная, которая по правилам этого сезона вышла в зимнюю серию. И она ждет, эта команда, Друзь-капитан. Да, вы же капитан. Да, к сожалению. Но капитан, да. Александр Друзь не очень хотел становиться капитаном. Ведь мы его заставили. Нет, нет, нет. Я просто не очень люблю это амплуа. Вы уже высказывались на эту тему. Но я хочу сказать, что пока соперников в зимней серии для господина Друзья нет. Мы вместе с Друзьем ждем их. Александр, спасибо. Слушайте, Женя, а там что получилось-то? Если все команды проиграют, то у нас соперников не будет. Мы будем играть пять игр в зимней серии. Вот какая интересная... То есть вы будете бороться с самим собой? Ну да, но нет. Наиграть просто... Ну и я надеюсь, что этого не произойдет. У вас появился смысл. Да. Нет, ну как... Я просто с этой стороны не рассматривал свое участие в зимней серии. Просто если все команды... Не, ну тут не могут все проиграть. Кто-то же должен выиграть. Так же не будет. Вы читали правила этого? Я читал правила, но я на это не обратил внимания. Спасибо вам. Всего доброго. Я просто очень много читаю. В любую свободную минуту. Во всех источниках. И как что-то прочитаете, сразу нам. Да. И главное, я читаю только то, что те темы, которые мне интересны. Итак, у нас в гостях академик Академии телезрителей. Программа «Что, где, когда» Наталья Алексеева из Борисоглебска. «Что, в Воронежской области». Добрый вечер, Наталья. Здравствуйте, Евгений. Вы долго ждали этого момента, когда вы станете академиком. Вот честно скажите. Я думаю, нет такого телезрителя, который не ждет, когда он станет академиком. Об этом мечтает, наверное, каждый. И я думаю, что, наверное, в этот раз я заслужила, если мне дали такое высокое звание. Поэтому, как я уже сказала на передаче, я этим очень горжусь. Если я нашла такой вопрос, который всех порадовал. Наталья, у вас разгромный счет, личный счет со знатоками. 8-3. 8 в вашу пользу. И только на три вопроса ответили знатоки. Как вы считаете, у вас очень сложные вопросы? Я думала, что мне на передаче будут задавать этот вопрос. Я бы сказала, что мои вопросы не очень сложные. Потому что буквально на каждый, начиная с 2005 года, у знатоков были версии. Поэтому назвать слишком сложные, как бывают некоторые, правда, за столом, на которые практически, мне кажется, не могут ответить ни один знаток не только за столом, но и в зале, то у моих всегда есть альтернатива. Есть какие-то варианты всегда за столом. Но единственное, они выбирают неверный ответ. Вот и все. Вы преподаватель, вы преподаете английский язык в школе. Как объяснить, что, по-моему, 7 из ваших 11 вопросов посвящены не вашей профессии, а изобразительному искусству? Будь то картины художников, или рекламные плакаты, или даже дизайн коробков-спичек. Почему вас интересует изобразительное искусство? Может быть, вы рисуете? Да, вы знаете, я в детстве рисовала. И вот, что касается вашего удивления, почему моя профессия расходится с моими интересами, ну, я думаю, что так у многих людей профессия одна, а интересы, хобби совсем другие, совсем не связаны с профессией. Ну, профессия – это одно, а хобби – это совсем другое. Это когда уже отдыхаешь от профессии. Вот так я отдыхаю от нее. Для вас профессия учителя – это творчество? Ну, естественно, творчество, да. Что говорят ваши ученики о том, что вы играете, задаете вопросы знатокам? Ну, во-первых, они меня всегда переспрашивают об игре, узнают какие-то детали. Им очень интересно, как это все проходит, где это все проходит. Вот, и как оказывается, что некоторые ученики узнают это только, например, ну, если они не смотрели передачу, никаким он боком к ней не относятся, то через несколько лет они узнают, что я участвовала в игре, через кого, как, я это не понимаю, то ли из интернета, то ли одноклассники как-то им пересказывают, то ли, может быть, статьи находят в газетах в каких-то старых экземплярах. Так что, вот, меня это очень удивляет, что через несколько лет вспоминают, говорят, ой, а вы действительно, да, участвовали? Так что интересуются игрой, интересуются. У нас даже некоторые учителя спрашивали, а по какому адресу можно отправить вопрос? Многие заинтересованы в этом. Как, какие правила? Вы подсказываете им? Ну, вопросы они выбирают свои, естественно, просто куда отправить. У вас, я знаю, небольшой город. Скажи, Алексей, вы вас узнают на улицах? Скажите честно. Вы знаете, мои знакомые, мои знакомые переспрашивают, а если вы имеете в виду каких-то посторонних людей, чтобы сказали, ой, это вы играли, ну, нет, такого нет. Да и, в принципе, знакомых у меня много. Уже упоминали, что город маленький, так что и узнающих меня, конечно, много. Сегодня был красивый вопрос. Вот какой вопрос самый красивый был в этой игре? Последний. А почему? Чем он вам понравился? Ну, он мне понравился тем, что так в истории было логично придумано против эпидемии. То есть, мне интересны те действия, которые были предприняты для этого. Я узнала для себя вот такой новый факт. Он мне интересен. Вот, как господин ведущий сегодня вспомнил уже про колыбельную Ван Гога, его несколько лет не отпускал этот вопрос, он в течение... Я помню, что Ван Гог – это тоже любимый художник господина ведущего. И, насколько я помню, он даже задавал вопрос со шкатулкой о фотографиях семьи Рулен. Вот, вы знаете, очень многие его вопросы, мне кажется, достойными бриллиантовой совы. Так что его вопросы ничуть не хуже финальных, которые выигрывают у телезрителей. А далее, какой у вас любимый ваш вопрос? Вы знаете, наверное, он же. Наверное, он. Он мне, ну, не знаю, он мне дался очень так как-то интересно. Я могу даже рассказать в двух словах. Когда я уже, ну, перечитала очень много информации, в библиотеке практически всё перечитала, ну, нечем меня было удивить. Я пошла к соседям посмотреть, а что у них есть в книжных шкафах. И мне повстречалось, повстречалось издание Ван Гога. Вот, немецкое издание, не русское. Вот, я смотрела его и нашла для себя два вопроса. Один был поставлен осенью, это был мой первый вопрос, он осенью сыграл. А второй был колыбельный Ван Гога, который вошёл в финал. Когда мне позвонили и сказали, ну, пожалуйста, скажите, что это за издание, я сказала, что оно немецкое. Мне сказали, что в ленинской библиотеке его не нашли, потому что сын этой женщины, он купил, он стюарт, и купил где-то за границей это издание и привёз. Ну, это я случайно. Очень редкая информация. Этот вопрос, да. Ну что ж, Наталья, ваши вопросы на вес золота, и желаю, чтобы эта золотая жила не заканчивалась. На вес сов. Пусть так. Спасибо вам большое и всегда рады видеть у нас. Спасибо. Мне тоже. Спасибо. Внимание, колыбельная Ван Гога. Господа, перед вами картина Винсента Ван Гога, написанная в 1889 году. Эту картину художник назвал «колыбельная». Хотя самой колыбели на картине не видно. Видна лишь женщина, которую за верёвку качает эту колыбель. Внимание, вопрос. Людям какой профессии адресована эта колыбельная? Где по замыслу Ван Гога следовало повесить эту картину? Мы считаем, что эту картину нужна людям в белых халатах и должна быть расположена в больницах. А теперь, внимание, правильный ответ. Госпожа Алексеева. Да, господин Винсент. Страшно с двинятином играть, да? Страшно. Страшно. Господин Винсент, Ван Гог писал. Мне пришла мысль написать такую картину, взглянув на которую рыбаки, эти дети и мученики одновременно, почувствовали, что качка судна напоминает им колыбель, в которой они когда-то лежали под звуки нежной песенки. Ван Гог хотел повесить эту картину в кубрике судна. И скажите мне, господин Блинов, объясните мне, пожалуйста, если бы это были медики, Ну, говорил бы я вам перед этим вопросом, что это очень красивый образный вопрос. Это образный вопрос. Вот такой показывает господин Винятин. Вы знаете, вот... Там сидит женщина с веревкой, колыбели нет, и качает того, кто в кубрике на эту картину смотрит. Замечательный вопрос. А счет 4-3 в пользу телезрителей. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые телезрители, вот видите, это передвижная телевизионная станция. Она уже... Ее уже собирают, чтобы выехать из Нескучного сада до следующей недели. 2 октября состоится вторая игра осенней серии «Что, где, когда» 2022 года. Ну, а мне остается сказать, что у нас есть социальные сети. Обязательно подписывайтесь. Ну, например, в Телеграм-канале публикуются только самые важные новости. На нашей странице ВКонтакте публикуются все наши новости. Ну и, конечно, смотрите нас, что, где, когда за кадром. Не забывайте, что у нас есть официальный магазин фирменной продукции. Ну и если вы вдруг захотите сыграть в охотничьем домике, то, как это сделать, вы можете узнать на сайте официальных мероприятий «Что, где, когда». До свидания. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok